Краски Их писали знаменитые живописцы эпохи Возрождения. На Руси их использовали в народной росписи и иконописи. Потом о них незаслуженно забыли. А зря. Ведь темперные краски естественны, долговечны. Мы решили попробовать изготовить темперу в условиях школьной лаборатории и показать единство окружающего нас мира, взаимосвязь точных и гуманитарных наук. Мы выдвинули следующую гипотезу. Так как краски состоят из химических соединений, их возможно получить в условиях школьной лаборатории. Мы изготовили краску по следующему алгоритму. Красную охру мы получили прокаливанием железного купороса. Брали небольшие порции вещества, чтобы прокаливание шло быстрее. Сначала соль стала белого цвета, потеряла воду. Мы накаливали купорос до тех пор, пока он из зеленого не стал коричневым. Изумрудный зеленый гидросид хрома-3 мы получили с плавлением бихромата калия с аптечной борной кислотой в железной ложке. Нагревали до красного коления железо. Ложку держали щипцами. Получился действительно изумрудный цвет. Для получения берлинской лазури в стакан налили 15 мл раствора хлорида-железа-3. И добавили 15 мл раствора гексоциана феррата-2 калия. Образовался темно-синий осадок берлинской лазури. Следующий шаг – изготовление связующего вещества, каковым у нас являлся яичный желток. Яйцо разбили, отделили желток от белка, вылили желток в мерный цилиндр, в который добавили льняное масло и 2% раствор уксусной кислоты. В результате приготовления эмульсии мы пришли к выводу, что оптимальные пропорции для смешивания следующие. 4 части яичного желтка, 6 частей уксусной кислоты и 1 часть льняного масла. Почему льняное масло? Мы узнали, что льняное масло содержит наибольшее количество триглицеридов ненасыщенных карбоновых кислот. При контакте с воздухом масло высыхает, образуется прочная прозрачная пленка. Чтобы получить темперную краску, смешали желтковую эмульсию с измельченным красящим веществом. Для этого красящие вещества высыпали в фарфоровые чашечки и, прибавив немного эмульсии, перетерли до получения хорошо растертой массы. Даниил выполнил композицию «Воспоминания о лете». Работа выполнена в жанре натюрморта. Выбор не случайный. Наступает весна, и именно первые цветы способны своими ароматами и красками напомнить нам о том, что скоро наступит лето. Темперные краски отлично сохраняют естественные цветы, делая работу более реалистичной. Красной охрой разных оттенков написаны вазы и цветы. Изумрудный зеленый – фон и стебельки цветов. А берлинская лазурь помогла зрительно разделить поверхность стола и вазы с цветами, а также сделала букет более выразительным. Композиция выполнена на листе фанеры, который покрыт грунтом джесса. Он идеально подходит именно для покрытия дерева. Наша композиция украсит кабинет химии и останется в истории школы. Мы получили темперные краски в школьной лаборатории. Цель нашей работы достигнута. Гипотеза доказана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова